Начну этот репортаж, а потом перейду на запись видео, потому что, насколько я знаю, качество репортажа очень плохое. Пусть только будет для начала, а потом я буду публиковать маленькие кусочки видео. Митинг пока еще не начался. Я сейчас отключу трансляцию, а потом буду выкладывать маленькими кусочками видео. А вы оставайтесь с нами. Если уж не пошли на митинг, то хотя бы смотрите. И пока все. Оставайтесь здесь. Отмотка зомбопропаганды комитет сопротивления пенсионной реформе и людоедским законам приветствуют вас сегодня на этом митинге. Мы с вами проводили митинг 30 июня и объявили о создании комитета противодействия пенсионной реформе. В этот комитет вступили и товарищи из КПРФ, и справедливой России, и социалистической партии, и социалистического движения, и социально-патриотического движения, совет непарламентских партий. И наш комитет постановил с сегодняшнего дня начать сбор подписей за отставку правительства Медведева. У нас сборщики подпись не ходят. Пожалуйста, оставьте свою подпись. Также на сайте meeting38.rf мы принимаем ваши контакты для вступления в группу активистов по сбору подписей и организации дальнейших акций. Мы будем призывать протестовать до тех пор, пока не отменится людоедский закон, пока антинародное правительство не уйдет в отставку. Следующая акция планируется КПРФ, организатор 26-го, а 22-го будет еще шествие, о нем объявится позже. Самое главное, что завтра в Государственной Думе будет рассматриваться людоедский закон об отмене пенсии в первом чтении. И наша задача нашим комитетам проследить, как голосуют депутаты от Иркутской области. И на митинге 26-го мы громогласно заявим, кто как проголосовал. И соответственно, тем депутатам, которые проголосуют за людоедский закон, мы объявим вотом недоверие и инициируем процедуру отзыва из Государственной Думы. И будем требовать это каждую неделю. Приглашаю добровольцев записаться в сборщики подписей. И сейчас я приглашаю на сцену Сергея Банько, второго секретаря, саргома КПРФ. Приветствую всех участников митинга. Знаете, выступлю коротко по существу. У нас не за горами были выборы президента страны, да? Не прошло и месяца после утверждения Путина в должность, как пошли закручивания гаек в отношении Путина. Мы его как-то постоянно сторонкой обходим. А нужно бить по нему и добиваться отстранения действующего президента Путина от власти. И заставить, заставить депутатов. Их заставить стать акционерами Пенсионного фонда, чтобы они свои дивиденды, вот эти гигантские от сверхдоходов, национальное достояние, ажи Газпром, правильно? Чтобы они платили эти все деньги, да, в Пенсионный фонд. То значит деньги будут у нас. И на пенсию не надо ничего будет повышать. Во-первых. Во-вторых, у нас есть, в Конституции прописано, что кому принадлежат недра? Народу. Российскому народу, да? Где эти деньги, мы не знаем. Почему бы вот не ввести этот безусловный базовый доход? 8-9 тысяч от продажи природных ресурсов за рубеж. Почему бы не платить пенсионерам? Почему бы не отправить в Пенсионный фонд? Да, вот нам говорят, нет денег. А вы видели здание Пенсионного фонда вообще? Вы видели эти подборочки фотографий со всей страны? Прекрасные вообще такие здания, чтобы я так жил когда-нибудь. Нам говорят, что в принципе в Европе уже давно подняли пенсионный возраст, да? Но при поднятии пенсионного возраста Финляндия, Финляндия, бывшая страна, которая входила в состав России, у них пенсия знаете сколько? 117 тысяч рублей. И в принципе максимальный размер пенсии не ограничен. 58% от зарплаты. Сколько зарабатываешь? Половину получаешь пенсии. Вот это я считаю справедливо, в принципе. А не вот эти там 9-10 тысяч рублей, которые непонятно как на них в принципе можно выживать. Прежде чем повышать пенсионный возраст, прежде чем повышать пенсионный возраст, нам необходимо, чтобы средняя продолжительность жизни выросла. Нам необходимо, чтобы здравоохранение, чтобы социальная сфера, вообще все, вплоть до, не знаю, там автобусов, которые ходят, да льготных, чтобы все вот это способствовало поднятию средней продолжительности жизни. Ну каким образом можно? Все вы там видели, да, поликлиники наши, да, в Казахстане, что там 20 кабинетов врач, один работает, например, да? Вообще, я считаю, что это неправильно. Вот сегодня я здесь, наверное, представитель молодежи. В прошлый митинг я тоже был, и мне подходили представители СМИ, спрашивали вообще, вот, ну ты молодой, тебе-то что вообще эта пенсия? И я отвечал просто, потому что мне кажется, что когда я буду выходить на пенсию через 50 лет, пенсии просто не будет никакой. И поэтому надо всем действительно выходить, завтра этот закон будет принят. Единороссовским большинством, в большинстве законодательных собраний, к сожалению, этот закон одобряют, но мы-то знаем все, за кого мы, да? И последнее, последнее очень, я хочу сказать, что если власть не действует, я скажу словами, из песни Цоля, значит, дальше действовать будем мы, правильно? Мы против повышения пенсионного возраста, правительство в отставку, Государственную Думу переизбрать. Насчет пенсии не будет, я скажу вам еще кое-что. Вот мы в листовке указывали там статистические данные, которые приводил депутат Шейн. Такой из 77 миллионов работающих, у нас 44 миллиона только платят пенсионные взносы. Остальные стараются сберечь эти копейки, донести до дома, потому что если у вас двое детей, да еще жена с маленьким ребенком, вам просто постоянно не хватает денег. И, соответственно, у кого не хватает баллов, он не будет получать пенсию по старости до 70 лет. Вам нам говорят, вот у них там пенсионный возраст за бугром 65, так вы там за бугром в любом возрасте можете перестать работать и получать социальное пособие по старости. А у нас это геноцид населения называется. То есть у нас 60-летний старик заболевший. Он не сможет ни кормиться, ни лечиться. Выдайте тогда какое-то оружие для самоубийства, что ли. Но что это издевательство. То есть до 70 лет у нас не будет никакого пособия у людей. Это называется социальное государство. По конституции по нашей. За нарушение конституции правительство Медведева в отставку. Сейчас слово предупляется Жердева и Любовь Борисовне, пенсионерки, члены партии Народной Свободы. Здравствуйте. Я хочу начать с того, что вот этот вопрос, что вопрос о пенсионных доходах и пенсионном возрасте, это можно сказать единственный вопрос, на основании которого можно создать очень широкую коалицию народа-посельства. Мы должны этим воспользоваться. Мы должны все объединяться в борьбе против этой шайки, и в борьбе за то, чтобы не повышали пенсии. Потому что повышение пенсии может принести только ухудшение экономического положения страны. И ничего нам не даст совершенно. Потому что денег в России много, но только перераспределяют их в свои карманы. Сами знаете кто. Эти люди нас глубоко придирают. Мы для них просто грязь под ногами. Мы для них не люди даже. Поэтому они распоряжаются нашими деньгами. Заметьте, у государства нет своих денег. У государства есть только наши налоги. Скажите, почему миллиардеров у нас, несмотря на то, что денег нет на пенсии даже, и ни на что вообще, почему тогда миллиардеров у нас становится каждым годом все больше? Ответьте мне на этот вопрос. Почему Путин может воевать в Украине и Сирии, А денег на это нужно просто огромное количество. Каждый день, на каждый день войны. И в то же время у него нет денег на пенсии. Вот у меня, например, пенсия 10 896 рублей. Мне одних лекарств в месяц нужно на 3 тысячи. И квартира стоит 3,5 тысячи. Вот скажите, если бы у меня мужа не было, то была бы я одинокая, что бы я делала? Рылась в помойках, наверное, только так. В-третьих и в-четвертых, посмотрите, вот стоят голубчики, полиция. Почему силовики, то есть полиция, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, военные, выходят на пенсию в 40-45 лет и больше получают, чем мы с вами эту пенсию. Почему они выходят в 40 лет, в то время как у нас нет ни контртеррористической операции какой-то, нету никакой здесь вот внутри России войны. Что они делают? Они протирают штаны, а тем не менее выходят в 40 лет и получают пенсию до 20 лет дольше, чем мы. И эта пенсия выше, чем у нас. Скажите мне, почему это? Где справедливость? У них такие лица, посмотрите только. Я думаю, что они охраняют власть от нас с вами. Они довольны тем, что у них такая пенсия, что они выходят... Повысилась цена. Она стала строить 153 доллара. Вот если бы наши власти не совали ее себе по карманам, не строили бы в Майами дворцы, не вели бы войны, если бы они строили себе, не покупали яхты, черт знает какие, по 150 метров в длину, если бы они не учили своих детей за границей, ничего бы там тоже очень дорого стоит. А эти дети там выучатся, их жить остаются. А нам всем по ушам ездят, что Запад это враждебный, враждебный нам Запад. Они нас ненавидят, они хотят... А почему тогда их дети там учатся и там живут? Скажите мне, почему? Они врут нам просто-напросто. А народ верит. Народ верит. Они сами ждут, когда они выйдут на печень, чтобы уехать туда, чтобы спокойно тратить свои деньги там. Так вот, в 2005 году езд стало стоить 53 доллара. Если бы Россия и Путин эту цену зафиксировали, и все было побольше этой цены, отдавали в регионный фонд, а не расцовывали в моем кармане, то сейчас в регионном фонд был 1 миллиард, 1 триллион и две десятых долларов. Представьте себе эту сумму. Не рублей, а долларов. Как могли бы жить наши пенсионеры на эти деньги? Скажите, пожалуйста, а? Деньги неисчистимые просто. А куда они их дели? Куда делала эта бандитская власть? Наши деньги. Так, правильно. Правильно. Спасибо большое. Что же остается делать нашей молодежи? Остается только бойкотировать эту власть, эти законы. И на сцену приглашается представитель движения иркутских анархистов Мартыненко, Игорь. Здравствуйте. Я на самом деле отвечу на такой риторический вопрос предыдущей выступающей, на то, почему полиции такая хорошая пенсия, почему полиции такие хорошие социальные гарантии. На самом деле все потому, почему полицейские проводят учения по разгону митингов пенсионеров. Потому что полиция призвана гарантировать спокойный и тихий режим для текущей власти. Это всегда и не только в России. Последнее, кому будут урезать пенсии в социальной гарантии, это ПСБ, полицейские и прочие государственные служащие. Наши артистов часто спрашивают, почему же вот так? Вы вроде бы против государства, но выступаете за пенсию. Почему хотите пенсии от государства? Я считаю, это довольно вульгарным вопросом, потому что тут очень интересная подмена понятий. Почему мы просим у государства? Мы не просим у государства пенсии. Государство – это не добрый дяденька, который дает всем конфеты из своего кармана. То, что есть у государства, то предлежит тем людям, которые в нем живут. И это их по праву. В принципе, наше государство – это всего лишь настройка, которая призвана более-менее эффективно выполняет некоторые социальные функции. И эти функции, очевидно, наше, по крайней мере, государство российское явно не выполняет. Все это связано с феноменом социального государства, которое появилось ни коим образом не благодаря подписям, оно появилось благодаря социальной борьбе, борьбе профсоюзов, оно появилось благодаря тому, что люди выходили на забастовки, благодаря тому, что они проливали свою кровь на различных акциях. Не просто мирного протеста. Я не считаю, что… Ну, у меня есть довольно синтетическое представление о компании против пенсии. Я посмотрю на эту площадь, как и на предыдущие акции, которые проходили, в том числе здесь же, и вижу очень мало народу. Я понимаю, что с подписями, акциями никогда ничего не добьешься. Даже если пенсионную реформу отменят, мало чего изменят. Сегодня на работе я был свидетелем того, как женщины одна за 60, другая за 70 искали работу одна мощица и другая кассиром. Это тяжелая работа. Это 12 часов работы. Почему сегодня женщины за 70 ищут работу мощами? Проблема… У них есть пенсия, да, текущая, но эта пенсия им ничего не гарантирует. Нужно бороться не до конца и не до отмены данной реформы. Нужно бороться гораздо дальше, потому что права дают не просьбы, права дает наша борьба. Спасибо за внимание. Вот предоставляется пенсионерке Татьяне Валентиновне. У нее есть что сказать. Татьяне Валентиновне. Здравствуйте все. Я хочу предложить как нас методы как бы нас здесь больше собралось. Считаю, что у каждого есть потомки, которые прекрасно разбираются в интернете. И поскольку нашим СМИ запрещено обсуждать эту проблему действительно, как президент обещал всенародно. Поэтому мы сами должны беспокоиться о том, чтобы народ узнал, что мы собираемся, что мы имеем другое мнение, что мы знаем в сетях нас про людей, чтобы они приглашали в друзья к себе жителей нашего города и писали на своих страницах когда какие проходят акции, чтобы в поисковых строках писали пенсионная реформа, альтернативное государственному мнению, слушать экономистов, политологов, специалистов, которые знают иные пути решения проблемы пенсионеров. Нам президент, за которого кстати я полгода агитировала ночами и днями, за которым я сказала, что когда он на публичных мероприятиях говорит, что мнение народа для него очень важно, что без его поддержки он не может работать, что ему трудно без наших голосов, что он искренне, я видела, как он искренне обращается к людям, где он не на официальном уровне с ними общается. Я ему верила, и у меня еще теплится надежда, что он скажет свое слово, пока он молчит. Но эта надежда с каждым тем истекает. Но может быть он ждет, когда мы выйдем действительно всей страной. Так просите своих детей внуков помочь распространять информацию, распространять информацию, противоречащую нашим СМИ. Нас убеждают холенные чинуши, холенные деятели культуры, что мы можем пахать и пахать. А кто нас будет держать на работе, если мы 40 лет начинаем болеть? Нам министр здравоохранения прошлой, который уже ушел, сколько раз говорил, что дети с каждым годом все более больны, школьников практически нет здоровых. А нынешний министр Скворцова говорит, что будете дольше работать, будете здоровее. Куда это вообще конец это? Они до чего дошли? Так что, товарищи, давайте я еще хочу обратиться к Владимиру Владимировичу из центральной отечественной здесь. Владимир Владимирович, вас народ избрал. Вы отреклись от партии «Единая Россия», которая правит фактически страной. Так останьтесь народным президентом, отмените антинародную реформу пенсионную и все последующие законы, которые подготовила ваша команда, к которой вы сказали верить. Мы этой команде не верим. На следу приглашается членка ПРФ предприниматель Удимов Игорь Виктор Геннадьевич. Знаете, один реликий человек сказал, история учит только одному, что она ничего не учит. Вы знаете такую историю, что вы россиян... Ладно, в общем все понятно. Я свой долг исполнил, побывал, мне надо сейчас быть в другом месте. Здесь митинг продолжается. Наверняка его будут снимать. Вот. Наверняка тут много камер, много фотографов. В общем, все понятно. Все, что люди говорят абсолютно верно, серьезно. и я вот что хочу сказать. Мужики, которые вот сейчас там смотрят или там сидят или досматривают этот самый футбол, вам вообще не стыдно перед этими женщинами-пенсионерками? Посмотрите на этих женщин. Они действительно русские женщины, которые в горячую избу войдут. Престарелые пенсионерки, но какая у них смелость, в отличие от вас, которые... Я разговаривал с несколькими такими пенсионерами, мужчинами. Ну, позор, да, и все, что они отвечают. А что, толку? А что, толку? И так далее. В общем, толку, конечно, не будет, пока вы не будете все здесь. Правильно парень молодой сказал. Мне вот здесь нравится вообще в этой ситуации такой контраст пожилых людей и молодых. Это как-то обнадеживает, несмотря на то, что народу здесь действительно очень мало. Ну, что делать? Что делать? Очень мало людей осталось, сохранивших чувство собственного достоинства. Ходилы жагбы в дом покращающих. Стоял бы все очень или нет.